Ярко, празднично и по-детски весело. А в Наринмаре отметили Международный день защиты детей. Традиционно он прошел на площади Мороцей. Программа праздника охватила детей всех возрастов. Веселые аттракционы, батуты, игровые площадки и, конечно же, концерт, подготовленный работниками Дома культуры. Все это подарили организаторы праздника маленьким жителям округа. Здравствуйте, ребята! А, это очень просто! Здравствуйте, ребята! Где еще можно увидеть такое количество детей, как не первого июня на площади Мороцей? Сегодня здесь нашлись развлечения для всех. Большое количество малышей собралось около главной городской сцены. В роли ведущих сегодня дети. Все концертные номера подготовили детские коллективы. Для самых активных и непоседливых организаторы подготовили массу интересного. Например, для любителей пострелять – гигантская рогатка. Это уже давно полюбившиеся малышне аттракционы Angry Birds. Один за другим дети переходили с одной игровой площадки на другую. Здесь и батуты, которые традиционно собирают самую большую очередь из малышей, и рыбная ловля на магнитные удочки, и забрасывание колец, и гигантский боулинг. Ох ты, силач! Примерить на себя роль спасателя, забравшись на соответствующую технику, дети смогли у Дома культуры. Перед Арктикой расположилась выставка спецтехники МЧС. От желающих потрогать и пощупать то, что до сегодняшнего дня было невозможно, не было отбоя. Интерес, казалось бы, сугубо мужской техники проявили и маленькие дамы. Мне здесь так круто! Пока родители занимают места для своих чат на различные аттракционы, дети не стоят на месте, общаются между собой и становятся героями этого сюжета. У маленького Никиты мы спросили, чего ему не хватает для полного детского счастья. Ответ получился неожиданным. Замка. Замка какого, расскажи? Высокого. Высокого, длинного. А что бы там в замке было? Батут. Батут. Развлечения. Ну и попить там чего-то такого. Впрочем, и остальные дети отличились масштабностью своих желаний. Хотела бы нахать? Угнали на море. Ну там много горок и большой бассейн. А там готовые кепы, можно было поставить. На площади можно. На площади. Совсем неожиданное, искреннее и не по-детски взрослое пожелание прозвучало от мальчика Саши. Я бы хотела, чтобы у тех детей был дом, родители, родные, и чтобы они были всегда счастливы. И чтобы им было всего хорошего и отличное настроение. И чтобы у них была хорошая душа. К пожеланиям Саши теплых слов в адрес всех детей округа добавили и родители, которые пришли на праздник вместе со своими цветами жизни. Счастья, любви, ближних, естественно, здоровья хорошего, побольше веселья. И чтобы жизнь у них была всегда интересной, занимательной и в жизни было побольше всего познавательного. Детям мы желаем, самое главное, здоровья, быть счастливыми и жить под мирным небом. А ты чего пожелаешь? Настроение, соответствующее празднику, и, конечно, массу положительных эмоций детям дарили ростовые куклы. Тигр, пингвин и два дракона ярко-салатового цвета. Впервые на детском празднике на площади Маратсей расположилась приемная у полномоченного по правам ребенка в Неницком округе. На доверительную беседу с детским омбудсменом мог прийти каждый ребенок и взрослый. Самое главное – это доступность. Может быть, не всегда и взрослые, и дети найдут возможность, найдут время прийти непосредственно в наше помещение. Тем более, мы сейчас переехали. Может быть, не все еще знают, где мы находимся. Поэтому мы решили сегодня сделать такой выездной прием. Конечно, приходили и дети, приходили и взрослые. Были и серьезные обращения. Поэтому я рада, что мы смогли сегодня помочь гражданам. И я думаю, что, конечно, праздник – это праздник. Наша задача – создать веселое, хорошее настроение детям. Но в то же время, все-таки, наша основная задача взрослых – это заботиться о детях и помогать им. О заботе о детях, внимательном отношении к каждому ребенку округа и, конечно, пожеланиям младшему поколению жителей региона, выразил губернатор округа Игорь Кошин. Всегда не только говорим о детях. Мы придумываем различные программы, различные мероприятия. На самом деле, уровень любого государства отличается отношением к детям. У нас в округе поддержка детей, поддержка многодетных семей, поддержка тех родителей, которые занимаются воспитанием детей на довольно-таки высоком уровне. И мы продолжаем совершенствовать эту работу. Мы продолжаем придумать различные новые программы, новые виды социальной помощи, социальной поддержки. Потому что, знаете, как сказал известный классик, ничто в мире не стоит слезинки ребенка. Поэтому я хочу всех поздравить с праздником, чтобы детки всегда улыбались, дарили счастье своим родителям, дарили счастье округу и нашей стране.